Эти павильоны на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» уже совсем скоро могут уйти в небытие. Городские власти намерены избавить улицы от разномастных временных сооружений. При этом не имеет значения, есть на них документы или нет. Всего в списке на вылет 930 павильонов. В таких мест по всему городу немало. В павильонах можно по-быстрому перекусить, купить игрушку или цветы, пополнить баланс телефона, сделать еще множество мелких дел. Но мнения красноярцев о необходимости ларьков разделились. Когда грязно вокруг, тогда претензий очень много. И даже выразить их не знаю уж как. Ну а когда за собой выбирают, это вроде ничего. Удобно, когда павильон есть во дворе, возле дома. Но понимаешь, что дело все идет к тому, что такой вид розницы, он постепенно начинает уходить. А на первых линиях, на главных улицах они нужны? Сложный вопрос. Смотря где, я считаю, если это не мешает инфраструктуре города, то да, они нужны. Если это все-таки портит внешний вид, ну я думаю, что нет. Я против всех павильонов. Порядка нет. У нас теперь такие хорошие магазины открыты. Все только в магазин. Я давно говорю, уберите спиртные напитки в эти магазины, чтобы не ходили ни подросткам, никому не давали бы. Во-первых, у них там нет туалетов. Летом все это выливает седул. Вони еще на остановках. Страшно. Я против. Антисанитария, непрезентабельный внешний вид, просроченные продукты. Таков обычный набор претензий к павильонам. За прошлый год в мэрию поступило около пяти тысяч жалоб от жителей. Красноярка Нина Казакова рассказывает, у ее дома продуктовый ларек работает круглосуточно. Здесь продают спиртное. А рядом, между прочим, детский сад. Подъезжают машины. И как включат сирену. И эта сирена, и разборки, и шум, и гам здесь. Спать абсолютно не дают. Я подходила однажды, стала разговаривать, и они меня чуть не прибили. Да. И я больше не стала выходить сюда. Чтобы изменить ситуацию, благоустроить город и отремонтировать дороги, в мэрии планируют убрать с улиц временные сооружения. В числе первых кандидатов на снос, ставшие уже привычными павильоны на улицах партизана Железняка, Карла Маркса и других. Представители администрации говорят, сейчас идет градостроительный анализ, по итогам которого будут определены компенсационные места для предпринимателей. Серьезное количество предпринимателей, которые стоят десятилетиями. Здесь у нас очень сильная озабоченность в этой части, потому что все должны быть равны, всем должны быть предоставлены компенсационные места достойные. Безусловно, это все должно быть в соответствии с генеральным планом, чтобы потом не возникло через несколько лет у предпринимателя точно такого же вопроса, почему вы мне предоставили компенсационное место в том месте, где планируются очередные изменения. На компенсационное место может рассчитывать только работающий по всем правилам бизнесмен. С незаконными сооружениями разговор короткий, их сразу отправляют на стоянку для таких объектов. Еще один вариант, который реализовали в советском районе. Здесь предприниматели за свои средства создали единое пространство для торговли. В итоге павильоны ушли с тротуара, а продавцы получили более комфортные условия. Этот мини-торговый комплекс трогать не будут. Мы действительно помогаем и согласовывать те объекты, которые городу и жителям необходимы. Мы помогаем работать с жителями и говорить о том, что эти предприниматели и этот характер продукции готовы разместить в ваших микрорайонах. Значит, мы в том числе и подключаемся к этой работе, конечно. Если необходимо взаимодействие с другими департаментами, то мы здесь тоже выступаем им помощниками. Таким предпринимателям мы только помогаем обязательно. Компенсационных мест явно хватит не всем. К тому же расположены они будут не в тех местах, к которым привыкли люди. Это лишь часть претензий предпринимательского сообщества. Они теряют наработанную годами клиентскую базу, многие к тому же рабочие места. А взамен получают множество хлопот. Во-первых, каждый из них уже вложил денежные средства. Все мы знаем, что это не просто так взять и перевезти нестационарный торговый объект. Второй важный момент – это подключение к электрическим сетям. Все мы знаем, что у нас в городе Красноярске это огромная проблема. Есть предприниматели, которые по три года и более не могут подключить электричество. Предприниматели говорят, они готовы облагородить внешний вид павильонов, если администрация предоставит эскизный проект и заключит долгосрочный договор на 10-20 лет. А в пример приводят в Калининград, где такая схема успешно работает. Анна Московских, Денис Кимошенко, Андрей Крупнов. Новости.